Политическая журналистика в реалиях информационной небезопасности, виды плохого пиара и создания качественного эфирного контента в регионах. Эти и другие актуальные темы обсуждались на обучающем семинаре. Предслушателями выступили мэтры Белорусского и Российского ТВ, которые поделили своим опытом работы в современных условиях. На встрече также присутствовали студенты БГУ и других вузов, будущие журналисты и политологи. Такая конференция, она больше подпитала мои знания и от людей, которые уже в этом, можно сказать, варятся каждый день, и от людей, которые более знают всю эту кухню. Журналистика сейчас очень бурно развивается, то есть это очень интересное направление. И как для политолога послушать уже людей, которые достигли здесь определенных успехов, очень занимательно, интересно задать вопросы, подискутировать, обсудить актуальные события, которые сейчас происходят, которые крутятся в информационной повестке. Начальник главного идеологического управления администрации президента Беларуси Ольга Шпилевская отметила, что в региональных СМИ работают истинные патриоты своей малой родины. И такая журналистика должна иметь поддержку со стороны местных органов власти. Развитие региональных СМИ – это основа в развитии журналистики, потому что это не касается только, например, сферы информационной или сферы журналистики, это касается любой сферы. Основа развития любой сферы, будь то экономика или еще что-то, закладывается на местах. Напомню, программа конференции региональной журналистики включила в себя три насыщенных дня. Напоследок гости посетили музей под открытым небом «Еврейский дворик» на улице Чингарской и познакомились с историко-культурными особенностями города на Березине. Экскурсию для них провел раввин Шауль Хабаба. Будем строить здесь тоже свой стенопляч с возможностью людям, которые напишут письмо, и мы каждые две недели отвезем это в Израиль. Представители клуба «Друзья Себры» посетили также синагогу. Здесь, теперь уже в свою очередь для них, прошел мастер-класс по приготовлению мацы – тонких пресных лепешек из теста, употребляемых во время еврейского праздника Песах. Их основа – вода и мука. Напоследок – обмен презентами. Ребятам было интересно приехать именно сюда, в Бобруйск. И наши старшие, более старшие товарищи, которые в клуб входят, они и в Минске меня очень просили – привезите, покажите настоящую Беларусь, покажите полос, покажите Бобруйск. Гости уехали под большим впечатлением от нашего города. Кстати, в своих аккаунтах, в соцсетях они уже разместили позитивные отзывы о поездке в легендарный Бобруйск, который смел развенчать все мифы и стереотипы. Бобруйск для меня, до того, как я приехал сюда, был город такой, мем, если можно выразиться, да, что-то такое, о чем все говорят. Ожидания и реальность оказались разные. Реальность лучше. Людмила Любимцева, Николай Силков, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.